Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Iron Maiden Legacy of Beast. Ну что ж, поехали. К сожалению, мне придется, ребята, играть без музыки, так как здесь оригинальные саундтреки этой группы, а они, соответственно, не проходят в ютубе, поэтому буду накладывать свою музыку. Но если кто хочет послушать, естественно, может скачать эту игру и насладиться полностью этой игрулькой сполна. Ну а мы с вами начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такое вот у нас начало. Насколько вы знаете, да, ребята, Iron Maiden переводится как Железная Дева, хотя на самом деле я не понимаю, почему здесь Дева, когда здесь, естественно, Металюга изображен. Так, душа Эдди разбита на осколки и за ним охотится таинственная секта. Ну что ж, я, ребята, когда-то давным-давным-давно в нее играл, и она довольно мне понравилась. Упавшая звезда. Готовься к бою, Эдди, на кону твоя жизнь. Это говорит мне ясновидящие. Так, используй умение, чтобы атаковать врага. Поехали. Жми, когда круги совпадут, чтобы нанести дополнительный урон. Идеально, вы поняли? Якобы... Я так понимаю, что это люди все-таки, да? Просто у них маски. Энергия регенерируется каждый ход и позволяет применять мощные способности. И оглуши врага специальной способностью, чтобы он пропустил ход. Нажми быстро. Вот так вот. Все это дело происходит. Оглушение. Он оглушен. И теперь добиваем его, ребят. Тут, кстати, мы будем с вами находить новых персонажей. Будем их раскачивать, развивать, собирать талисманы и много чего другое. В общем, ребята, жду от вас комментариев. Выбери и удерживай значок умения, чтобы получить дополнительную информацию. Нажимаем. Нанести физический урон одной цели. Восстанавливай здоровье, если цель оглушена. Вы поняли, да? Называется натиск. Погнали. Так. Сопротивление бесполезно. Теперь я гораздо сильнее тебя, говорит мне сектант-страж. Призывает, да, кого-то? Атака заряжена. Кажется, этот сумасшедший владеет магией, говорит ясно-навидящая. Тебе понадобится все твое мастерство, чтобы одолеть его. Не волнуйся, детка. Я уж как-нибудь справлюсь. Давай, опа. Оглушение. А теперь давай вот так вот. Слушай, у него нет ни единого шанса. Эта шкала показывает твою ярость. Ярость накапливается, когда ты применяешь умения или получаешь урон. Заполнив шкалу ярости, ты можешь применить самое мощное умение. Применяем. Ну это прям елки-палки у нас. Вы поняли кто, да? Безумный гонщик. Прекрасно, твоя сила понемногу возвращается. Но пока она не восстановилась, тебе нужны союзники. Пошли, я все объясню по дороге. Победа завершена. Упавшая звезда, ребята. И мы с вами получаем еще какого-то персонажа. Книга душ. Ее надо открыть. Для того, чтобы посмотреть, кто же нам выпадет. Вовремя касаясь экрана, чтобы наносить доп. урон. Идеальными атаками. Это мы обязательно будем делать. Без этого никуда. Книга душ. И я призвала этих союзников с помощью книги душ. Используй их способности, чтобы победить врага. Выбери союзника, чтобы применить его умения. Давай. Так, что это у нас такое? Сокрушение. Наносит магический урон врагу. Урон зависит от максимального здоровья. Понял. Поехали. Слабовато как-то. Так, что у нас собачка умеет? Наносит магический урон всем врагам. А вот это круто. Вот это круто. А теперь Эдди. Когда совпадут. Я не могу успевать. Так, что ты делаешь? Заряжаешь, да? Опа. Они еще и хилы. Блок исцеления твоего голема не даст врагу восстанавливать здоровье. У него есть блок исцеления? Это вот это что ли? Блокирование исцеления. Блокирует исцеление всех врагов на два хода. А вот это круто. Блокируем. Когда круги совпадут. Тыдыч. Вот так вот. Нечего, как говорится, им хиляться. Идеально. Фига я у него отнял здоровье. Ну, добиваем, наверное. Хе-хе. Так, остался один салабончик. Сейчас мы, ребята, быстренько раскрошим. Тут пока мы не можем, к сожалению, ребята, ускорение ставить. Потому что идет, как вы понимаете, обучение. По идее, тут можно будет ускорять бой и все там подобное. Ну что же, мы победили. По-моему, это была первая волна, да? Переходим к следующей. Последний бой. Блин, какая же тут музыка играет, а, ребята? Обалдеть. Жалко, вы ее, конечно, не слышите. Я имею в виду именно игровая. Не которую я потом наложу сверху. Так, так, ага. Ударил меня все-таки. Факелочком, а? Так, очищение плененого пса развеивает негативные эффекты. Такие, как оглушение. Я так понимаю, вот это, ребята. Применяй. Вот, и мы опять на ходу с вами. Идеально, еб простоте. Добивочный. И остается один хлопчик здесь у нас. Что ты делаешь? Что он делает? Ты посмотри-ка. Он меня ударил своим факелом ничтожным. Без идеальной победы. Хорошо. Все, ребят, крантарики. Победа здесь за нами. И мы получаем еще один сундук. Теперь ты можешь сам использовать книгу душ. Она позволит тебе призвать еще более могучих бойцов. Так. Ага, новый уровень у нас Эдди получил. Остальные пока первого уровня. И кто же нам здесь выпадет? Выпадет хоть кто-нибудь? Нам выпала душа. Герой с одной звездой. Книга душ. У каждого босса-союнка есть свои уникальные умения. Смотрите, ребят, какие тут хмыри, а? Так, перенеси душу в портал, чтобы призвать союзника. Давай посмотрим, кто нам выпадет. Так. Две звезды. Солдат нежить. Снимает положительные эффекты. А вот это хорошо. Ну, главное, что у него две звезды, а не одна. Так. Так, используй добытый в бою айронит, чтобы покупать мощные души. Первая душа бесплатно. Ну, спасибо, спасибо вам. Так. Куплена редкая душа. Все, что ли? Выходим. Так. Редкая душа. Три звезды, ребята. Переносим в портал. И кто нам достанется? Опа, 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 опа. Это кто такой? Это у нас Гарпия. Усиливает отряд. Слушай, ну это хорошо. Это очень хорошо. Что усиливает отряд. Ну, в команде я, по-моему, могу носить максимум три бойца. Да, 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 ребята. Это все у нас ступени такие. Царство страданий. Что это за горящий идол вдалеке? Похоже, в нем хранят осколок твоей души. Верни его, или твоя душа будет навеки уничтожена. Как к тебе обращаться? Ну, естественно, ребятушки, ко мне обращаться можно лишь только вот так. И я надеюсь, оно свободно. Добро пожаловать, Рэй. Поехали. Так, новая в сюжет ясновидящая. Сражения оскверненные. Войти. Я даже не знаю, куда войти. Давай вот сюда войдем. В новая, так сказать. Наверное, мне стоит представиться. Я ясновидящая, бессмертная, как и ты. Я пришла сюда, ощутив пробуждение страшной силы, исказившей пространство и время. Пока мне не удалось узнать, кто или что за этим стоит. Но я знаю наверняка, что это должно быть очень могущественное существо. Надеюсь, если мы сможем восстановить твою душу, то получим ответы. Айронит плюс... А, Х3. Так, ребята, опять же, так, это пройдено у нас, да? Пройдено. И сражения оскверненные. Войти. То есть, у нас получается, вот, сражение. Занимает 4 энергии. Всего у нас ее 20. Я так могу понимать. И это у нас... Погоди, секунду. Вот это что за чувачки? Нет места для новых Эдди. Удали одного или более Эдди, чтобы взять другого Эдди в бой. А, тут еще и разные Эдди. Ну, давай я вот этого, например, удалю. Как его удалить? А, как его удалить на самом деле? Сражение, автоповтор. Немножко не могу понять. А, вот он как, да? Елки-палки. Смотрите, ребята, мы можем с вами... Это у нас однозвездочный Эдди. А здесь у нас еще есть. Та... Че? Тамана. И капитан. Ну, давай вот этого, предположим, я возьму. Странно как-то. Ну что, сражение, ребята. Тут у нас какой-то будет босс. Поехали. Блок исцеления не позволяет цели восстанавливать здоровье. Такой на синтезаторе. Крутой Эддик. Призрак Эдди. 4-х звездочный. Оскверненные. Ты украл книгу душ. Поздравляю. Но она не спасет тебя от гнева хозяина. Хозяина? Я уничтожу тебя. И верну наше бесценное сокровище. Это сектанты, ребята. Все сектанты. Сектанты, волки и так далее. Так, это что у нас такое? Комплект вампиризма. Восполняет 20% от максимального здоровья при каждой атаке. Идеальные базовые атаки накладывают эффект похищения жизни на два хода. Вот так вот, ребятули. Ну что, проверим наш удар. Ёкало мы. Это ж круто. Просто с выстрела, ребят. Ну-ка еще разок. Обалдеть, он наносит урон этот пиратик, а. Пират Эдди. Последний бой. Да мне плевать даже, наверное. Его аура сильнее, чем у остальных. И я наделю тебя даром ясновидения. Изучи своего противника. Выбери и удерживай врага, чтобы узнать, какие эффекты на него наложены. Так, зеркальный щит. Весь бой отражает 35% урона в атакующего. Нейтрализует умения, которые снимают положительные эффекты. Ага. Ну-ка проверим. По-моему, это его не спасло, ребят. Слушай, ну изи. Тут вообще. Я вот этого пирата взял. Пират Эдди. И он просто крут. Я не знаю, почему мне так вот позволили на этой стадии взять. Обычно такого раньше не было. Вот когда я, помню, первые игры играл, такого не было. А сейчас можно вполне брать. Так, Эдди. Плюс какой-то кристалл. Получаем 100% чего-то. То ли восстанавливаем здоровье себе, то ли еще что-то в этом роде. Ага. Мы с вами перебрались вот сюда. Ну, давай. Так, это новое. Что, ты хочешь со мной поговорить? Эти сектанты виноваты в том, что с тобой произошло. Но как им это удалось? Насколько мне известно, смертные не могут овладеть нашей силой. Нам следует найти и хозяина, и узнать, что ему известно. Аэронит. Три штуки. Так, новое. Ну что, ребят, побежали. Теперь можно, знаете, что сделать? Даже посмотреть. Ага. Ты понял, в чем прикол? Я его могу использовать только один раз. Ах, вот так вот, ребята. Вот тебе и незадача. То есть, если я сейчас этих всех ребят использую, то потом у меня не будет такой возможности. Здорово. А я этого и не знал. Давай, наверное, возьмем вместо собаки вот этого вот чувачка. А я хочу посмотреть, как он будет себя чувствовать в бою. Ёлки-то. Так, что у нас тут? Что-то есть на почте, якобы, да? Чтобы прочитать, чтобы прочитать, чтобы прочитать. Уже скоро... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Сколько тут всего, ребят. Это просто обалдеть. Так. А как мне закрыть? Все. Ну что, поехали в сражение. А вот сейчас мне будет туго. Фига тут... Седьмой сын Эдди. Ха-ха-ха. Офигеть. Каких тут только демонов нету. Извращенные умы. Так. Ну что, давай, наверное, вот этого вот паренька с тобой накумарим. Нажимай быстро. Пилич. Так, погнали. Готов, хлопец. А ну-ка. Получил. Мне нужно... Мне нужно посмотреть, как этот автоматчик. Ну, неплохо, неплохо. Что он делает? Блин, опять эта хилка у него, а? По мне звезданули гаденыши. Погнали. Быстро, быстро, быстро. Я и так быстро... Так, использую способность. Какую? Где? Давай так сделаем. Не добил чуть-чуть. Ну, сейчас голем добьет. Отлично. Так, автоматчик-то готов? Погнали. Пол хп сразу. С выстрела. Ах, Ламон, ты ушастый. Минус. Так, это была первая волна, да? А вот, кстати, мы уже можем с вами и ускоряться. Вот здесь вот. Ускорение я поставлю, чтобы нас слишком долго не томить. На, гаденыш. Давай, големыч. Так, и автоматчик добивает. Автоматчик-скелетон. Тут также можно, ребята, ставить и автобой. То есть, все очень даже классно. Давай посмотрим, как это будет работать. Так. Тихо, 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 тихо. Идеально. Какую-то он атаку зарядил себе. Скелетик. Нанести четыре идеальных... Да ну! Эдди, зачем ты на одного... Да, как всегда, ребята, подтупливают автобой. Узри мою прекрасную новую форму. Тебя уничтожит сила, которую мы получили из осколков твоей души. Ты-ды-чь. Погоди, 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 погоди. Я хотел это, сам... Сам хотел... Нифига себе! Слушай, мне такое ощущение, что мы сейчас тут проиграем с вами. Давай-ка я вот этого охламона накумарю. Быстро, 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 быстро. Хорошо. Оу, за руль это практически не отняли. Почему не могу вот эту штуку использовать, а? Ай, Эдди, держись! Очень, ребята, мало заруя. Так. Да ну, нас, по-моему, тут сейчас добьют. Эддик, по-моему, упадет. Уже упал. Воскресить. Нет, ребята, мы сделаем с вами выход и... Переиграем этот уровень. Была моя большая ошибка в том, что я... Решил... Как сказать? Сделать автобой. Вечный Эдди. И на автобой, конечно же, Эдди потратил свой супердар, который нам бы пригодился вот в последней стадии. Кстати, давай... Оу! У нас вот есть кто. Нафиг нам... Нафиг нам вот это? Слушай, нет, погоди. Лучше нам вот так вот сделать. Слушай, я не видел, что у нас герой четырехзвездочный. Ё-моё. Конечно же, нужно брать такой крестоносец Эдди. Тут все Эдди везде, во всех ролях. Так, ну, проиграл, ребят, проиграл. Ничего не могу сказать. Извращенные умы. Три волны у нас здесь будет. Так, хочу посмотреть. Начнем с вот этого, с хлопчика. Быстро, 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 быстро. Хорошо. Так, стреляем. Шик и блеск. И давай, что у нас гарпия делает? Наносит чистый урон всем врагам. 25% шанса наложить немоту на один ход. И урон зависит от максимального здоровья врага. Понял. Поехали. Всем врагам наносит урон. Отлично. Четыре звезды. Вы видите, да? Практически никакого урона не наносят. И это нам как раз то, что нужно. Расстреливаем. Использует способность 2. Вот у нас, ребята, способность есть. Не восприимчивость к оглушению, провокации, сну и заморозки. Круто. Слушай, ну мне нравится уже эта гарпия. Четыре звезды, это офигеть. Редкие герои такие у нас. Четыре звезды. Тут, по-моему, максимально шесть или пять. Я уж точно не помню. Извращенные умы. Так, это у нас только лишь вторая волна. Ох, а что ты такое делаешь? Снимает негативные эффекты. Дает заряд на один ход. Заряд повышает эффективность следующей наносящей урон способности. На 80%. Нехило, да? А ты что делаешь? Снимает негативные эффекты с указанным союзникой. Дает стойкость указанному союзнику. 35% шанса дать союзнику дополнительный ход. И дополнительный ход позволяет существам атаковать повторно. Ого. Ну, это шик. Смотрите, ребята. Мы в немоту всех всаживаем на два хода. То есть, они не могут применять свои спецвозможности. Это, я считаю, очень круто. И очень полезно для нас. Так, ну что, псина? Пора тебе сдохнуть. Так. И последняя заключительная волна. И здесь будет этот босс, паршивец. Да, да, да. Узри мою прекрасную форму. Ля-ля-ля, 3 рубля. Мы это все слышали. Но пора тебе, парнишек, по-моему, отдупляться уже. Хорош. Побаловали и хватит. Как говорится, первый раунд был для нас такой, просто пробный. Ага. Давай, гарпиа. Вот так вот. Смотрите, какой он, оказывается, сынуля. Только не хиль. Ага. Он похилил. Да ладно. Ты смотри, что делают, а. Ты смотри. Нам здесь бы, конечно, ребята, очень пригодилась немота. То есть мы на них вешаем сало, и все. И они молчат. И ничего больше сделать не смогут. Так. Чистый урон. Все, ребята, им хана. Им сейчас будет хана. Ух ты. Он по Эдику бьет. Погнали. Заряжаем супер возможность. Е. Ну что, псина. Не рад поди, да? Шик и блеск. Что я могу сказать? Сундучок. Лишь бы он меня порадовал. Так. Монетки. Уровень получает Эдди. Шестой. Так. Пески времени. Уровень энергии. И цена отряда. Кто? 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 Что нам выпадет отсюда? Талисманы силы. Свирепость. Это, ребята, если не ошибаюсь, эти талисманы нам нужны для прокачки определенных героев. То есть там красный, зеленый, синий. Ну, это как, типа. Как в этой, в Русселмане. Эти талисманы, в них заключена невероятная древняя энергия. И каким-то образом сектанты используют их, чтобы вытягивать твою силу. Они буквально питаются твоей душой. Нужно добраться до горячего алтаря как можно быстрее. Надо остановить секту, пока она не стала слишком сильной. То есть вот сюда мы с вами должны, ребята, добраться. До вот этого алтаря горячего. Я помню, там будет, по-моему, босик такой довольно нехилый. Вот он, вот он, ребята. Вот он этот босс будет. Так, награды. Угу. Я понял. Так, ну что? Зашпилим? Поехали. Пора разобраться. Я, наверное, ребят, команду не буду менять. Оставлю вот такую вот. Поехали. Шарлотта. Нифига себе такая, да? Девчуля. На байке крутом. В общем, все дела. Драбаш. Горящие твари. Ну что? Спляшем? Под рок-н-ролл. На тебе, псина. Минус. Так, давай. Вот здесь, наверное, я думаю, автобой можно включить, ребят. Тут ничего страшного нету. Молодец, Эдди. Все. Хорош с автобоем, потому что мы не знаем, кто там впереди. А это что у нас тут? Оскверненный сектант Волл. Хранитель. Лечит отряд. А вот этого вот нам не надо. Лечит он отряд. Как-нибудь без лечения обойдемся. Нормуль. Уничтожили его. Блин, ну Гарпия все-таки это красота. Серьезно вам говорю. Гарпия это красота. Массовый урон. Причем урон довольно нехилый. Но потом, в дальнейшем, я вам скажу одно, что она будет слабенькая. Как бы вам это смешно не казалось. Так, использовать базовые атаки. Зачем? Мне не надо этого делать. Мне нужно, знаете что? В команду хиллер. Так, последний бой. Ёпрстэ. Дай-ка мы пониже скорость сделаем. Вторую хотя бы. Этого пса надо уничтожить, ребята. Адовый пес. Тыдыч. У нас ракета. Еще и оглушение получил. Нормуль. Так, на 24. Блин, слабо ударил. Ну. Так, а это что у нас за псы? Надеюсь не лечат. А, они не смогут лечить, потому что у них, ребята, это висит. Давай, Эдди. Погнали. По красоте. Получили свое. Так, смотрим. Так, очищение. Зачем нам надо было очищение? Я не понимаю, ребята, очищение нам пока не нужно было бы. Что он делает? Магический заряд повесил какой-то? Но он лечиться-то все равно не может. Запрет на лечку, ребят, стоит. Совсем чуть-чуть осталось. Давай, добивай. Скелет. Малорик. Так, гарпия. Ну, могла бы сразу двоих уничтожить. Что ж ты? Тут, знаете, надо на первой скорости, чтобы прекрасно видеть, когда у нас вот эти вот совпадают круги, не совпадают, чтобы узнать, хорошо проходит бой, нехорошо. Вот, смотрите, например, вот здесь, да? Оп, совместили. Идеально, видите, на 50. А так, на быстрой скорости ты не успеваешь подловить, и у тебя получается там на 24, на 15. Так. Ну, неплохо. Неплохо, я вам скажу. Опять мы с вами новый уровень получили. Ну, это все, конечно, легко и просто на начальных этапах. Мы растем, как на дрожжах. Но потом будет жесть. Руна. Поехали дальше. Лидит. Блин, пятизвездочный какой-то такой. Типа гарпием. Ты тот непокорный, кого приказал уничтожить хозяин. Хм. Расслабься, я больше не твой враг. Это говорит сектант дезертир. Я нарушил клятву, потому что меня предали. Хозяин не говорил, что сделает из меня урода. Берегись, он гораздо могущественнее, чем ты думаешь. На твоем месте я бы бежал, куда глаза глядят. Лично я так и сделаю. Он насылает порчу на своих последователей. Пора покончить с этим так называемым хозяином Эдди. Так, аэронит. Ну что, ребята, мы с вами добрались, я так понимаю, до босса. Ну что, вы готовы? Я готов. Я готов, я буду его карать. Но для этого дела я, наверное, возьму другого Эдика. Вот, например, такого. Лидер. Не знаю, что он делает, как он себя ведет. Но, думаю, для прохождения босса он мне пригодится. Вообще даже хорошо. Физический урон зависит от параметров атаки. Это понятно. Я не помню, честно говоря, кто здесь босс. Вот серьезно говорю. Пылающая тень. Фига, у меня Эдди жрец такой. Так, ну что, поехали. Просто на раз-два. Ух! Ть-хе-хе! Два раза еще ходит. Это круто. Бомбанули. Бумкнули, так сказать, да? Идеально. Ага. Кукиш с маслом. У них пятый уровень, я так понимаю, да? А что это такое тут? Наносит магический урон всем противникам. 40% шанса наложить похищение здоровья на два хода, нанося врагам урон, исцеляющий весь отряд. Офигеть. Блин, я хочу таких персонажей себе. Серьезно говорю. Блин, никакого идеала. Вот так вот. Так, это была первая волна, да? Мы уже вот-вот и встретимся с боссом. Ну, погнали. Шестой уровень у врагов. Вообще, косит на раз-два, просто-напросто. Идеально. 53. Так, давай-ка. Массовую. Опять идеально. Не моту повесили. А как, не моту... А, не моту только на одного, понял. И дополнительный ход он еще взял? Ах ты сосунок. Ну, ладно, давай тогда наказывать. Минус. И этого гаврюшу. Опа. Такая смертушка, да? Косит своих врагов. Ну что же, переходим к боссу. Последний, по-моему, да? Последняя волна. Последний бой. Вот он. Кто это такой-то? Что это за хлопчик? Ты жалкий мешок костей. Плетеный человек говорит. Кто ты такой, чтобы бросить мне вызов? Я убью тебя и буду править этим царством, как наместник хозяина. Погоди. Разве не он хозяин этой секты? Нет, по ходу дела не он. Погнали вот этот вот удар. И все, ребятули. Да выеживался плетеный человечек. Опа, опа. Что это было? Ладно, потом разберемся. Бери осколок своей души и побежали отсюда. Отлично. Ю-ху. Блин, как у Гарпи тяжело растет уровень. Все-таки. А что вот это мы с вами получаем? Какие-то 25 флажков. Так. Ага, это все, что мы получили, да? Душа плетеного человека. То есть, я так понимаю, мы можем накопить и в конце концов его призвать к себе, как обычного юнита. Слушай, ну это неплохо, хотя он в ад никакой вам не оказался. Но если его супер-пупер Эдди бомбил, то это понятное дело. Прекрасно, теперь ты на шаг ближе к тому, чтобы восстановить свою душу. Но, боюсь, дезертир был прав. Этот хозяин не так прост, как кажется. Погоди, ты хочешь сказать, что твою душу расколола та тварь со щупальцами? Хорошо, дай мне немного времени, я использую свой дар, чтобы высадить это существо. Надеюсь, мы получим ответы и найдем остальные осколки. Айронит 3. Вот так вот, ребята. Тайник, золото и души открыто. Задание Черепов. Царство Страдания открыто. Высокая сложность. Ёки-покки. Открыт новый мир. Царство Песков. Эдди, когда я искал источник темной энергии, у меня было тревожное видение. Кто-то пытается нарушить ход в истории. Осколок твоей души использовали, чтобы навести порчу на древнюю цивилизацию. Мы должны немедленно отправиться туда и найти того, кто за этим стоит. Царство Песков. Тысячу монет получает. Семь даров смерти. Получить. Донат ведь, да? А, нет, ребят. А, за первый день. 25 айронита. Покупка отменена. Конечно, отменена. Я нечаянно нажал. Я же не нашел. Так, ну что, ребята. Тут у нас что-то можем получить. Что это мы там получили? Руна плюс золото. Спасибо большое. Открытое. Задание Черепов. Это, наверное, мы попозже. Так, тут герои, тут испытания, тут царь сострадания. Континентов тут сколько? Ну, достаточно, да, ребят? Ну что, дорогие мои друзья. Наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующей серии, если вы захотите. Так что всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры сделал DimaTorzok